Перед вами настоящие ископаемые, ведь встречаются подобные ламповые цветные телевизоры гораздо реже, чем, например, всем известный КВН-49. И все из-за огромных габаритов и веса в 60 кг. В наших малогабаритных квартирах, где и хозяева-то с трудом размещаются. Не было никакой возможности сохранить сие изделие. После выхода его из строя, лишь совсем немногим из них удалось избежать помоек и металлистов, сохранившись в гаражах до сарая частного сектора. Я очень не люблю снимать ролики про телевизоры. Моя техническая база не позволяет это сделать хорошо. Либо экраны мерцают, либо картинка на экране телевизора получается низкого качества, без возможности рассмотреть детали изображения. В данном случае камера еще и цвета искажает. В реальности изображения отличные. Кто их застал еще в те советские времена, не дадут соврать, что ломались они с завидной регулярностью. А во второй половине 90-х мастера уже не хотели браться за их ремонт, а если брались, то не давали никакой гарантии на работу. Последний работающий ламповый цветной телевизор я видел, кажется, в 2005 году. И все, после этого они как будто вымерли. Коллекционеры же их практически не собирают. Это примерно так же, как коллекционировать автобусы. Вот в результате их и не осталось. Перед вами Чайка 711, выпускавшаяся с 1975 года Горьковским телевизионным заводом имени Ленина. Этот телевизор изготовлен в ноябре 1977 года. В те времена телевизоры стоили безумно дорого. Эта чайка стоила 650 рублей. В пересчете на наши цены это 161 525 рублей. Тогда средняя зарплата была около 100. То есть нужно было 7 месяцев ни есть, ни пить, чтобы купить телевизор. Дело осложнялось еще и тем, что в свободной продаже их почти не было. Нужно было записываться в очередь. В общем, покупка всего агрегата была знатным геморроем. Стоит иметь в виду, что большинство телевизионных программ 70-е годы оставались еще и черно-белыми. Закрытие движения на шоссе осуществляется только после получения по радио сообщения о движении преступников в этом направлении и указания о применении принудительной остановки. Ламповые цветные телевизоры 70-х отличаются от более поздних в первую очередь кинескопами. Экран у них 59 сантиметров по диагонали. Эти кинескопы довольно быстро сняли с производства, а на замену стали выпускать диагонали уже 61 сантиметр и более спрямленными углами. Тогда их называли плоскими. Когда в телевизоре садился оригинальный кинескоп, то его приходилось менять на уже современный, несмотря на большие размеры. Для этого приходилось немного переделывать его крепления и вырезать в передней панели отверстия большего размера. Это тоже уменьшило количество сохранившихся телевизоров в стоковом состоянии. А вот что было хорошего у них, так это звук. Огромный деревянный корпус, выполненный из фанеры, отделанный шпоном ценных пород дерева и покрытый лаком, внес в это положительную лепту. По диапазону он воспроизводит от 80 до 12 с половиной тысяч герц. Имеется раздельная регулировка по низким и высоким частотам. Есть гнезда для подключения наушников. Телевизор мог принимать 12 телевизионных программ метрового диапазона. Имеется как автоматическая подстройка, так и ручная. За дополнительную денежку можно было вызвать мастера и он мог установить в телевизор вот такую вот штуку. Это блок для приема дециметровых волн. И тогда телевизор мог принимать дополнительные каналы. После его установки становились задействованы вот эти ручки и кнопки. Но это нужно было лишь в том случае, если в вашем регионе они были. Поэтому с завода такие блоки устанавливались редко. А телевизоры их имеющие отличала буква D, написанная в конце названия. Например, Чайка 711D. Но тут, как вы видите, название этого телевизора, этой буквы нет. Значит, блок этот был не установлен. Внутри телевизора находится 7 радиоламп. И поэтому он довольно сильно греется. Особенно левая его часть из-за находящейся там выходной лампы срочной развертки. А она греется не по-детски. А учитывая любовь нашего населения накрывать телевизоры разными салфетками или попытками вставить его в мебельную стенку, закрывающую вентиляционное отверстие, то пожар обеспечен. К слову говоря, возгорание этих телевизоров происходило очень и очень часто. Как ни странно, но ремонтировать телевизоры довольно удобно. Любой блок можно достать, не прибегая к паяльнику. Все выполнено на разъемах. Доступ к монтажу везде удобный. Сбоку находится дверца, за которой располагается плата для настройки сведения лучей кинескопа. Но лезть в нее могли только мастера, ибо процедура эта весьма деликатная. Спереди тоже есть потайная дверца, за которой находятся ручки настройки цветовых оттенков. Данный экземпляр сломался еще в 1987 году и сохранился лишь потому, что владелец пожилой человек, живущий в частном доме, использовал его как тумбу для более современного телевизора. Много что было уже разбито или отсутствовало. Некоторые декоративные элементы пришлось искать почти два года, я уже не говорю о приведении в порядок электроники. Теперь он снова может, как и в былые времена, выполнять свои основные обязанности, потребляя 250 ватт в совсем уже не дешевой электроэнергии. Кстати говоря, не все помнят, а многие уже и не знают, что очень часто к телевизору дополнительно приходилось приобретать вот такую штуку под названием стабилизатор. Дело в том, что тогда напряжение в розетках было нестабильно и очень часто опускалось гораздо ниже положенных 220 вольт, особенно вечерами. И вот чтобы телевизор работал нормально и рекомендовалось использовать стабилизаторы. При использовании с ним телевизор включался не кнопкой на передней панели, а клавишей стабилизатора. Пять минут, пять минут, разобраться, если строго, даже в эти пять минут можно сделать очень много. Пять минут, пять минут, пять часов, проснуться вскоре, поменюйтесь те, кто в ссоре. С Новым Годом! Пять минут, пять минут, пять минут, проспеши, зря терять минут. Не надо, что не сказано, скажи, не обкладывая нога. Руки послежи, что не сказано, скажи, не откладывая нога В пять минут решают люди иногда, не жениться ни за что и никогда Но бывает, что минута всё меняет, очень круто всё меняет раз и навсегда Новый год недалёк, пожелать хочу вам счастья Вот сидит паренёк, без пяти минут он мастер Но ведь пять минут немного он направлен на пути, хороша его дорога Пусть подхватит в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело Новый год, часы двенадцать бьют В счастье не уничтожится Старый год уже не властен Пусть другом все поют и цветут в улыбках лица Ведь на то и Новый год, чтобы вместе веселиться За Новый год настаём С Новым годом, с новым шествием С Новым годом, с новым счастьем В наш праздничный прогноз Звёзды смеются, и это добрый знак Пусть вместе с нами улыбнётся за день О, в нам желаю ни пуха, ни пера Будет, я знаю, к нам всем судьба добра С Новым годом! Знаем, про автоб치